Олечка, вот ты сейчас такая молодая, красивая, смотришь на тебя, любуешься. Всегда так было? Всегда ты такая была? Ну, конечно же, нет. На самом деле, многие задают такой вопрос сейчас и, более того, пишут мне в личное сообщение, что это неправда, что мне не 57 лет, что я вообще, вроде как, обманываю. Ну, это меня всегда веселит, и на такие вопросы я отвечаю соответственно. Потому что ничего здесь особенного нет в том, что я так выгляжу. Я занимаюсь непосредственно омоложением, омоложением всего тела, не только лица, но тела, всего, всех аспектов тела более 20 лет. Как бы я выглядела по-вашему? Конечно, я выгляжу именно так. Потому что это моя профессиональная деятельность. И мне действительно 57 лет, я 62-го года, 25-го июля я рождена. Ответ на тот вопрос, всегда ли я была такой? Конечно, нет. Именно в 35 лет я и выглядела хуже, и чувствовала хуже. Я была просто старой развалиной. Были проблемы со здоровьем? Огромные проблемы со здоровьем. Они были нерешаемы совсем. Просто нерешаемы. Потому что куда бы я ни обращалась, никто не мог мне помочь. Именно поэтому я вышла на нетрадиционные методы лечения. Именно потому, что современная медицина мне никак не помогала. Вообще никак. Никакой помощи я не получила. Куда бы я ни обращалась. Поэтому мне пришлось. На тот период у меня еще была маленькая дочь. И, конечно же, я уже думала, что она останется одна. Даже с мамой. Да, было настолько грустно все и печально. Это сейчас кажется, что это когда-то было. Но это было так. Потому что было все очень плохо. Совсем плохо. Меня разносило до невероятных размеров. Пятидесятый уже малой был. Таблетки не помогали. И кишечник не работал. И я не спала 10-12 дней. У меня так болела голова, что я сходила с ума. Это был просто кошмар. Ни диагноза никто не мог поставить. Вообще, это просто был ужас. В моей жизни это была полоса ужаса. Не только серая полоса. Она не черная. Она была полоса ужаса. Потому что человек, если он не спит один-два дня, а сутки, а тут 12 суток, ну по две недели. Это было тяжело, очень тяжело. Естественно, психика была просто истреплена, измутана. Настолько, как я не знаю, как я выжила. И я начала собирать. Я нашла в себе силы. Именно мотивация была. Это моя дочь. Именно она меня, не знаю того, вытащила из этого ума. И я просто начала шаг за шагом искать, искать, методы привлекать, пробовать на себе. И когда что-то мне подходило, я очень радовалась. Я благодарила просто невероятно. И людей, которые приходили ко мне, приносили, приводили меня к этому. И природу, матушку, и высшую разумность. Я очень ценила благодарность. Поэтому у меня часто посты, я пишу про благодарность и напоминаю людям, что благодарить надо. Потому что, когда я начала благодарить, ко мне пришла и пошла информация. Ко мне пошли новые, в практике новые техники, такие методы, о которых люди вообще не знали. И когда я начала работать с энергией, именно в тот период, на меня смотрели как на сумасшедшую. То есть я была в своем городе первая, первый тренер, который работал с энергией. Но я тогда уже, когда вышла на профдеятельность с людьми, я уже, у меня был опыт, колоссальный опыт работать сама с собой. У меня были уже потрясающие результаты. Я привела себя в порядок, тело вернула опять в 42-й размер, с 50-го. И более того, самый большой результат, который меня радовал, это я стала здоровой. Я стала абсолютно здоровой, без лекарств. Никто не помогал, только я сама себе. Поэтому я эти методы, которые собирала, я и так настойчиво продвигаю. Я научилась работать со всеми нашими аспектами. Ко мне приходили обучения уникальные. Я обучалась у китайских мастеров. Я стала обучаться работе с мозгом. То есть я нетрадиционно собираю нетрадиционные методы, и я работаю именно с этим направлением. Это направление будущего, хочу сказать. И, конечно же, это направление, оно выводит всех моих клиентов на новый уровень. Они приходят ко мне с проблемой с одной, например, лицо омолодить, или тело. А на выходе у них получается новая жизнь. У них открываются такие новые возможности. И они идут действительно в новую жизнь, открывают для себя такого балла, что, глядя на них, я иногда вообще просто удивляюсь. Даже не удивляюсь, я знаю, что через меня много идёт информации. Я очень радуюсь результатам своих клиентов. А вдвойне, втройне радуюсь, когда они ещё пишут отзывы. Почему вот эти узоры благодарные нужны? Для того, чтобы люди знали. Это не надо скрывать. Это надо, чтобы люди знали, чтобы они понимали, что это есть. Что это не обман. Что есть такие методы, что можно исцелиться, можно восстановиться. Можно продлить молодость. Любую. Ну, вообще, я считаю, что молодость, она внутри. Это внутренний резерв. Я знаю, что это внутренний резерв. Поэтому ко мне люди приходят за здоровьем и молодостью. И я знаю, как включить эти кнопочки в нашем теле и с удовольствием их включаю.